Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. С вами Альберт. Вот такие новости на 1 декабря 2022 года. Первая новость очень любопытная. На официальном сайте правительства Великобритании сегодня дополнили список лиц, на которых распространяются санкции Объединенного Королевства. В него вошли 29 глав региона РФ. Нашлось в нем место и для 52-летнего главы Кубани Венемина Кондратьева. Как поясняется в документе, Великобритания замораживает активы в случае их наличия у Кондратьева, а также запрещает ему въезд на территорию государства. Он стал 1680-м россиянином, попавшим в санкционный список Великобритании. Ожидаемо, написал Кондратьев в своем телеграм-канале. Уверен, когда военных преступников будет судить гаагские трибуналы, они скажут так же. Ожидаемо, ёпта. Теперь хорошие новости. Сегодня Совет Федерации РФ на своем заседании одобрил законопроект, запрещающий вылавливать морских млекопитающих для культурно-просветительских целей. Речь идет о запрете добычи животных для дельфинариев и океанариумов. Проектом закона предлагается запретить вылов китов, дельфинов и морских свиней в учебных и культурно-просветительских целях. При этом сохраняется возможность выдачи разрешения на добычу китообразных только в исключительных случаях. Это может быть разве что сохранение и восстановление их естественной популяции. В таких случаях решения правительственной комиссии должны быть доведены до сведений о населении. Ранее разработанный законопроект был выложен на общественное обсуждение. В результате он собрал в свою поддержку полтора миллиона подписей граждан. Получил широкое обсуждение в СМИ. А на этом все. Подписывайтесь на канал, бейте в колокол, чтобы не пропустить свежие новости. До завтра. Подписывайтесь на канал, бейте в колокол, чтобы не пропустить свежие новости.